Дорогие вновь прибывшие случайные прохожие, специально для вас под видео я набросала пару слов, чтобы помочь вам сориентироваться, что здесь происходит. А у нас был секс до свадьбы. По-моему, у нас был секс до свадьбы. Простите, ребята, я не придумываю, просто это было очень давно. Значит, да, вот этот момент, просыпаюсь я утром, и мне кажется, что это был наш первый раз. И он в качестве, типа, благодарности, что, я не помню, значит, просыпаюсь, у меня на кровати, значит, лежит два платья, по-моему. Ну, видно, дорогие, все понятно, там, короче, фирменные. Лежит два платья. И, значит, и он мне говорит, типа, выбирай. Ну, здесь несколько моментов нужно озвучить. Во-первых, мне неприятно, когда после секса мне начинают что-то дарить. Я даже не знаю, как это объяснить. Если ты мне хочешь сделать подарок, так что это получается так. Да, можно я тебя отымею, а только потом я тебе за это, значит, что-то подарю. Ну, я это так воспринимаю. Если ты хочешь мне что-то подарить, подари мне, потому что ты хочешь это подарить, потому что ты хочешь сделать мне подарок, а не потому что ты до того, как ты меня отымел, или после. Ну, такое. Я не знаю, как у меня получилось объяснить. Я уверена, что многие меня сейчас не поймут. В общем, ну, не важно. Это моя позиция. Это первое. Второе. Значит, почему ты решил, что... Во-первых, то, что он мне принёс, это вообще не мой стиль. И, то есть, зная, что это не мой стиль, ты рассчитываешь на то, что я что-то выберу. Почему? Потому что это... Бери, потому что бесплатно, или шо? Ну, я не знаю, как это объяснить. Но это... Сейчас некоторые скажут, типа, ой, шо, ты придираешься, тебе хотели сделать приятно, а ты начинаешь это раскладывать по косточкам, это всё. Нет, это просто... Я объясняю, что человек, попадая в какую-то ситуацию, у него моментально происходит какое-то аналитик... Происходит оценка ситуации и оценка на основании чего? На основании каких-то, ну, каких-то логических заключений. Я не знаю, там, может быть, сейчас это сильно заумно звучит. Поэтому я вот это всё это разбираю вам. Это, конечно, у меня это заняло секунду. Но чтобы как-то объяснить, что именно у меня заняло секунду, мне приходится вот это вот так вот всё разжёвать. Если ты хочешь сделать мне приятно, чтобы я этот подарок оценила, чтобы мне нравилось, если это платье, чтобы я его... Типа, если я хочу его одеть, ну, чтобы я вспоминала о тебе. Ну, как-то... Ну, ведь эти вещи происходят в любом случае. Но мы просто о них не говорим так детально. Я имею в виду, что когда я одеваю платье, я вспоминаю о тебе, или там, когда я ношу часы, которые ты мне подарила, я вспоминаю о тебе. И третий момент мне не понравился, тоже достаточно яркий. Почему я должна выбирать? А если мне понравились два платья, почему я должна выбирать? Что это такое вообще? То есть ты боишься, что я выберу два платья? Поэтому ты меня... Я ещё не успела на них посмотреть, и ты меня уже ограничиваешь. Значит, для тебя это дорого? Значит, в магазин ты мне не повёл. Значит, ты боишься, что я там что-то себе куплю. То есть, ну, такое... Я же говорю, это всё занимает секунду, но это оставляет какие-то не очень приятные ощущения, послевкусие какое-то. Поэтому я посмотрела. Но общение, опять-таки, у нас на пальцах. В общем, я посмотрела, я не стала их мерить. В общем, видно, потянулась. Простите за словариком. Чтобы объяснить ему, что, во-первых, это не моё. А во-вторых, я выбирать не собираюсь. Ну, это вообще, это некрасиво. Мне кажется, что он меня спросил, типа, почему что случилось, потому что он никогда с такой реакцией не сталкивался. Я ему по возможности объяснила, и ему стало стыдно, ему стало неловко. А я заработала себе ещё пару очков в свою копилочку достоинств. В общем, ну, такой, вот эти все мелочи. Я всё не помню эту хронологию, где, чего, когда случилось. В общем, ну, такое, что вспоминается, то и рассказываю. В общем, помню я, а я же ещё была блондинка, яркая. В общем, помню, что нужно было идти на этот праздник. И, значит, мы пришли, что-то купили. Мне купили костюм, двойку, длинная юбка узкая такая, всё классика, в общем, всё красиво. В общем, и пришли мы на этот праздник. И я так помню, что его родители не собирались подходить, а просто так, ну, так, через плечо хотели посмотреть, что же там такое ходит возле их сына. В общем, но видно, как-то я им там, ну, понравилась, если там можно так сказать. Они решили подойти, решили подойти, поздоровались, значит, познакомились, мы представились, ну, как, на двух пальцах объяснились, всё такое вот. И, значит, ну, типа первую проверку я прошла. Насчёт проверок хочу забежать наперёд. Значит, я... Сейчас тоже всё перепутается у вас. Значит, я говорила, что его семья, значит, придерживалась каких-то определённых традиций. Одной из традиций — это по воскресеньям его родители ходили в церковь, вот, и потом с церкви они приходили, и прислуга готовила... Это такое... Никогда не забудут это. Это слово называлось пси-до. То ли пси-до, то ли пси-то. Я не знаю, в общем, короче. Такой огромнейший противень. Уже слюна пожлая. Куски, кусок, 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 кусок. В общем, и там, значит, куски баранины, картошечка, значит, и помню что-то ещё. Сейчас сознание потеряю. И, в общем, это было очень вкусно. И вот эта традиция была каждое воскресенье. Надо быстренько проговорить и перейти в другую тему, потому что не могу. Значит, эта традиция была каждое воскресенье. Мы ходили к его родителям на дом, значит, и вот эта вся семья собиралась, родители, все его братья со своими жёнами, с детьми. Вся прислуга, значит, у каждого из семей была своя прислуга. Вся прислуга, значит, после того, как накрывали на стол, значит, уходила там в другое место. В общем, ну и вот была такая традиция. И, значит, а к чему я это? Не помню. Ладно. Ну, в общем, короче, и я ездила в Киев очень часто. А, я забыла рассказать, как первый раз поехала. Ну, короче, столько, очень много мелочей. Короче, я ездила, он меня отпускал в Киев, но я не успевала долетать до Борисполя, как у мамы телефон уже там обрывался. Где Оля, где Оля, где Оля, где Оля? Страшно было ревнивый, очень. Но я думаю, что у него были задатки, и ещё плюс к тому, просто ещё, так как я себя вела, что я там прям не мыла ему ноги на ночь, не целовала ему ягодицы, не делала ему массаж, ну, в общем, ну, такое вот. Поэтому он как трясся, он всё больше и больше трясся. В общем, ну, и в Киеве я летала часто. И вот, я помню, один из, наверное, первых таких визитов, не первый, один из, там, короче, в начале самых, его семья устроила мне такое, ну, небольшое испытание. То есть, меня принимали в семью по частям. И, значит, я приехала, прилетела с Киева, вот, и он меня взял, и мы пошли к его родителям. Мы пошли к его родителям. Мы когда, ну, в гости просто, мы когда пришли в его дом, то мать была там, я поздоровалась, и всё, вот, а отца в доме не было. И, значит, мы сидим, разговариваем, а мне как-то неудобно, потому что, ну, не потому что я там хотела произвести на себя, произвести впечатление о себе, наверное, в общем, ну, просто как-то вот мне чего-то мешало. Я посидела, посидела, они разговаривают туда-сюда, в общем, и я спрашиваю Криса, говорю, тихонечко говорю, а где твой папа? Он говорит, там на заднем дворе, типа, ну, в огороде, или там что-то, короче, в саду там, или ещё что-то. Я говорю, хорошо, я говорю, я сейчас приду. Я пошла, значит, на задний двор этот, поздороваться просто. В общем, оказывается, это было испытание мне. Ну, типа, я не знаю, как это даже объяснить, ну, типа, благородная я или неблагородная. Типа, есть у меня какие-то понятия, там, этикета, там, или ещё что-то. В общем, я пришла, поздоровалась с ним, туда-сюда, что-то мы обменялись пару фразами. В общем, я вернулась в дом. В общем, вернула, смотрю, мать так улыбается, а Грис довольный. У Гриса, конечно, всё было на лице написано. В общем, ну, и мы там, короче, спасибо, до свидания, и вышли. И Грис, такой, в подвышенном, короче, в хорошем настроении. Значит, в общем, такой, оля, оля, что такое, что случилось? Говорит, ты такая молодец, ты такая молодец. В общем, отец специально вышел, чтобы, значит, посмотреть, выйдешь ли, придёшь ли ты поздороваться, а ты такая молодец. Я говорю, и ты мне, типа не предупредил, ну, мало ли что, всё-таки же моя репутация. Говорит, мне само было интересно. Ну, ладно, раз было интересно. Такое дело. Я, кто есть я? даже если мне нужно под кого-то подстраиваться, ну, хорошо, я там раз подстроюсь, два подстроюсь, но всё равно, рано или поздно, я буду сама собой. вот поэтому, вот поэтому, когда я уже в зрелом возрасте искала себе партнёра, я никому никогда не ставила никакие условия. Я говорила всегда, я хочу посмотреть, кто ты, подходишь ли ты мне, не нужно мне подстраиваться, не нужно, не нужно узнавать, что мне нравится. Я хочу посмотреть, что тебе нравится, потому что с этим я буду жить. И если мне это подходит, если я там под какие-то вещи могу подстроиться, вот, то тогда, да, мы будем рассматривать будущее. Если нет, то нет. На каждую кастрюлю есть своя крышка. В общем, вот, так что такое испытание я прошла. И потихонечку, потихонечку, вот, меня приняли в его семью. Значит, ну, расписались, всё такое вот, а я сижу, меня трясёт, меня трясёт, я никак не могу. Я говорю, ну, раз уже, можно я домой поехать? Ну, всё, спасибо, до свидания. Никогда не забуду, спаситель мой. В общем, а он такой, типа, как? всё, ты моя жена, всё, типа, теперь, жить будем, и умрём в один день, и жить будем счастливо, и умрём в один день. Ну, в общем, короче, такое дело. А я, да, и дом охренительный, и так повезло, и, значит, и любит, и, значит, и богатый, и в рот заглядывает, и всё такое, но меня так переколбасило, что мне вот этого, мне этого ничего не надо было. Отпусти меня домой, пожалуйста, я хочу в свою халабуду. Ну, в общем, и у меня же ещё контракт в Японию. Ну, ещё, короче, такое дело. И, значит, и он говорит, не-не-не, Оля, я это, всё, мы семья. Ну, я так почесала затылок, думаю, мне уже 25, ну, надо семью заводить, надо детей. Но я просто не рассчитывала, что это будет, ну, настолько театрально, скажем так. Я вообще думала, что я кого-то встречу, он меня сводит в кино, купит мне мороженое, посидим с ним на лавочке, поцелуемся под фонарём, там, в парадном он меня позажимает. Ну, такое, ну, а тут трак, бах, спас из сексуального рабства, в общем, короче, я его опомниться не успела. Думаю, ну, ладно. Значит, у каждого свои десерты в жизни. Думаю, ну, ладно, хорошо. В общем, ну, и я, значит, на следующий день, когда расписалась, позвонила маме, в общем, я говорю, мама, я вышла замуж. А, вернись домой, вернись домой, за чемодан, вернись домой. В общем, ну, она говорит, Оля, домой, Оля, домой. Я говорю, да, 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 все нормально. Я говорю, ты не переживай, мне так повезло, муж миллионер. В общем, ну, и так стало ей уже как-то вроде, вроде ничего, вроде, ну, и пусть, наверное, будет. Вот, и сообщения приходят, мешают все время. И, короче, она говорит, Оль, ну, ладно, уже раз такое дело, так ты же приедь, значит, с мужем познакомить. Ну, хорошо, я в крейс, значит, поедем с мамой знакомиться. Хорошо. В общем, купили билеты, все, приехали. Ну, конечно, ну, она была рада, все было хорошо. Ничего такого, такого прям впечатляющего я не помню. дала мама свое благословение, как говорится. В общем, вот это вот единственное, что я запомнила, что она никак не могла поверить, что вот сколько ему лет. Вот, ну, так и все. Собирались мы ее пригласить, но так и не получилось. Я очень часто летала в Киев, потому что мне нужно было настолько, вот эта вот любовь была мне душная, что мне нужно было, приходил момент, что я просто задыхалась и мне нужно было вот от него хотя бы вот, хотя бы на полдня, хотя бы куда-нибудь. Я говорю, давай я типа, ну, я за мамой скучала и за подружками, и за все такое. Я говорю, давай хотя бы на работу устроюсь. Ты что? Ты моя жена? Нет, наша фамилия, мне работать не будешь, туда-сюда. Нет, поэтому как-то вот все время вместе. В общем, на работу он меня не пускал, как бы, не-не-не, ты должна быть рядом и все такое вот. Поэтому наступал момент, когда я просто хотела от него немножко отдохнуть и получается так, он меня покупает билет на три дня и, значит, я туда прилетаю, не успеваю порог переступить, каждые полчаса звонки, ты где, ты где, я не успела выйти там с подружками посидеть, уже телефон разрывается, типа, где ты была с подружками, почему-то они к тебе, пусть они к тебе домой приходят. В общем, ну, такое, ну, короче, полный контроль. И мама такая, он тебя так любит, он тебя так любит. Я говорю, ты знаешь, все хорошо, что в меру. Я говорю, мне эта любовь, она мне вот, она мне в тягость. Ну, и кроме этого, поменялся весь мой гардероб. То есть, я люблю классику, но у меня не осталось, вот как, по-моему, это был фильм «Адвокат дьявола», если не ошибаюсь, это было очень давно, я тоже смотрела его. Вот там, жена этого адвоката, такая девочка была симпатичная, все такое, все такое вот. И со временем как-то ей прическу поменяла, и одеваться стала по-другому, и вообще ее узнать нельзя было. Вот со мной происходило нечто такое, что я вместо блондинки перекрасилась обратно в свой натуральный цвет. А я не хотела натуральный цвет. Ну, потом как-то я уже привыкла к этому, но мне хотелось другого совсем. Весь мой гардероб сменился, мы шли, допустим, по улице, там ребята обращали внимание туда-сюда, он заводился, его это беспокоило. Потом наедине мы оставались, постоянно вот это вот, постоянно хочу тебя, хочу тебя. Ну, такое дело, да, ну, это все хорошо, секс хороший, все нормально, но когда это каждые полчаса, это начинает уже приедаться. Ну, все, короче, вот как-то вот все это, ну, да, вроде все как бы, ну, вроде и жаловаться не на что, а вот как-то я еще лев по гороскопу, я не могу, когда меня душат. Я не буду изменять, там, там, предавать, там, там, за твоей спиной, там, что-то там делать такое вот, но мне нужна моя индивидуальность. Я, я не могу так, ну, такое, я не шаг, я, я наездник, я королева, я не буду и мужиком рулить, потому что если я буду им рулить, я перестану его уважать, если перестану уважать, я в нем потеряю интерес, ну, чтобы меня вот постоянно между ног держали и за удечку дергали, я не, я, я такое не могу. Ну, все, короче, вот как-то вот со временем мне начало это, ну, вот надоедать. Еще его сверхэмоциональность, это просто капец. Да, я понимаю, это, это, как сказать, это его характер, это его темперамент, вот, темперамент. В общем, и греки вообще, они очень темпераментные, это такая нация, случай. Значит, каждое воскресенье, говорила, мы приходили к его родителям, значит, на обед, и у них получался такое, такая столовая, в столовой стоял такой длинный стол, в общем, потому что семья большая, получается, отец, мать, Крис, я, трое братьев, трое жен, это, получается, уже, по-моему, там, человек 10, вот, всех нужно было усадить, а дети были отдельно, да, дети с прислугой, там, короче, да, вот так, детей за стол не сажали. В общем, ну, и получается так, что отец сидит, не знаю, может, это сейчас так смешно слушать, но тогда это было так. Отец, значит, сидит во главе стола, с левой стороны, значит, сидел Крис, потом я, с правой стороны сидел следующий брат, средний, потом его жена, в общем, как-то так что-то распределялись, а мать Криса, она была по другую сторону, в общем, где-то там, в общем, что-то так, короче, ну, неважно. В общем, смысл в том, что, значит, сразу возле отца, по левую его руку, было сидение Криса. В общем, как-то раз, это была традиция, в определенное время мы приходили туда, не помню, там, два часа или там, двенадцать часов дня мы приходили, садились обедать. Кушек водится. В общем, и был момент, когда мы с Крисом задержались, причем задержались, ну, так на прилично, там, на минут двадцать-тридцать, вот так вот. И мобильных телефонов не было, то есть мы не могли сказать, что мы там, типа, ну, скоро будем, скоро будем, задерживаемся. Ну, как-то, в общем, что-то, короче, приходим мы на этот обед. Получается, потому что нас не было, вот его брат и жена, которые сидели после меня, они подвинулись ближе к отцу и сели на наши сиденья. Ради бога, это же не президентская ложа, это же не царственный престол какой-то. Ну, сели, ну, нас не было, они сели поближе, ну, какого, ну, черта так далеко, ну, разговаривает. Ну, сели поближе сегодня. Я не знаю, как мне снесло крышу в этом доме, но штукатурка обсыпалась точно. Крис так орал, он так орал, вообще, отец у них, это как бы глава семейства. И, ну, повышать на него тон, это как бы, ну, я не знаю, как это объяснить примитивным языком, ну, наверное, на него можно кричать, но чуть-чуть тише, чем он кричит. Я не знаю, может быть, я сейчас там просто, ну, пошутила. Ну, в общем, ну, где-то так. Но когда, ну, в этот день, когда орал Крис, отец заткнулся в труб, в тряпочку, и он у слова не сказал. Он, по-моему, что-то хотел вякнуть, но он даже не решился, потому что это было, там, звенело все. Столовые приборы, посуда, звенело все, чайник вскипел. Ужас просто. Ну, в общем, смысл такой, что, типа, Крис говорит, только после того, как вы похороните меня, убедитесь, что я в гробу, похороните меня, закопаете меня, а спразднуете 9,40 дней, или там, это я уже сейчас от себя прибавляю. Вот только тогда вы можете чуть-чуть ближе передвинуться, сесть на мое сиденье, когда меня не будет. Потому что я не знаю, какое я там сиденье, тогда уже буду занимать. Ну, может быть, я не знаю, я даже, и вообще, я ни на что не претендую. В общем, ну, в общем, это был такой, это был такой крик, типа, что он говорит, а, типа, там кто-то еще пытался что-то там, типа, мать что-то пыталась оставлять, типа, ну, мы думали, что ты не придешь. Хорошо, ну, ты пришел, ну, хорошо, мы подвинемся. А, сразу начали двигаться, как только увидели, как только увидели, его начали двигаться, уже было поздно. В общем, и он, типа, мы тогда не кушали там, мы так не остались. Они передвинулись, но мы не остались, мы ушли. Ну, в общем, короче, там такой скандаль еще был. Крис говорит, даже если я позвоню и скажу, что я не прихожу, это вы не имеете права сидеть на моем сиденье. В общем, короче, кипец. В общем, ну, такое, на таких случаях было много.